В этот раз горячая линия работает в Краснодаре. Нам обратились клиенты одного из мебельных магазинов города. Рассказали, что оформили и оплатили доставку мебели еще летом, но до сих пор ее не получили. Сейчас мы попробуем разобраться в этой ситуации. Милена Остапенко встретила горячую линию возле одного из торговых центров Краснодара. Рассказала, что в магазине Первый мебельный заказала себе диван. Первая дата, когда мне диван должны были предоставить 5 ноября, диван не предоставили. Представитель магазина Первый мебельный Иван Писаренко заявил, что обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме. Нужно лишь время и терпение. Пока нет поставщика ткань, диван не может доставить клиенту, потому что он не готов. Люди, которые приходят, смотрят, скажут, не покупайте здесь. Милена Остапенко приобрела новую квартиру в Краснодаре в прошлом году. Мебель решила купить тоже новую. В магазине Первый мебельный нашла подходящую модель дивана. Заключила договор и оформила покупку в кредит. Первая дата, когда мне диван должны были предоставить 5 ноября, диван не предоставили. Звонили, получасрочивали доставку дивана, изготовление дивана. Когда уже по их договору 60 дней прошли все сроки, я им позвонила, мне сказали, что диваны эти не готовятся. Мария Рубцова заключила договор на изготовление и доставку дивана полгода назад. Полную стоимость 24 тысячи рублей заплатила сразу же на месте. Ирина Семейкина тоже в списке недовольных клиентов мебельного магазина. И в течение всего времени я звонила, добивалась. Телефон мне не дали. Просто говорили, что у них много заказов и будет все позже. И вот до сих пор ждем. Милена претензией в адрес магазина не ограничилась и опубликовала гневный отзыв в интернете. Выяснилось, что недовольных работой Первого мебельного очень много. Люди ждут, они верят сотрудникам магазина. Иж до полугода по году этот диван я созванивала, списывала с людьми, чтобы они приехали и помочь им решить этот вопрос. Но они сказали, что мы будем ждать, мы верим. Я даже хотела забастовку устроить при те люди, которые приходят, смотрят, скажут, не покупайте здесь, вообще не покупайте. Да, я уже не хочу никаким образом даже покупать продукцию. И всем своим друзьям, близким говорю, что это фирма та, которая не выполняет требования клиентов. А где вы вообще нашли эту фирму? Мы просто тут недалеко живем и постоянно ходим мимо, и очень торговые представители навязывают свою продукцию. Мария Рубцова провела собственное расследование и выяснила вот что. Вообще фирма называется ИП Русанова. Но они меняют, они то мебельру, то они первомебельные, то еще они как-то называются. То есть они раз в полгода меняют название, поэтому люди теряются. Но если набрать ИП Русанова, то уже в принципе понятно, что это одна и та же шарашки. Обманутые покупатели написали претензии в адрес руководства мебельного магазина, но ответа пока не последовало. Я начала собирать документы, я обращалась с ним опять неоднократно, приходила, они догадали гарантию, что он 24 декабря. Даже раньше 24 декабря я получу свой диван, ничего не произошло. Мы даже не предполагали, что в таком большом торговом центре не может быть открыт. Когда права покупателей нарушены, горячая линия вместе с гражданами едет в городской отдел по защите прав потребителей. Но в этот раз его начальник приехал сам познакомиться с проблемой на месте. Вы по образцам покупали или по картинкам? Нет, я пришла при магазине, у них условия, что они будут готовить диван на 21 рабочий день. Понятно, а вы диван сами видели, у них такой есть в магазине? Да, есть такой диван. То есть по образцам вы покупали? Конечно. Значит, за каждый день просрочки полпроцента неустойки идет, если они вовремя не доставили. Да, но у них в договоре меньше процентов. Ну, договор, если он нарушает закон, это недействительно. 22 августа, да? А когда должны были вам мебель отдать? Мебель у нас уже 29 августа первый срок должен быть, потом они начали оттягивать. Вместе с Вячеславом Максимовым и покупателями горячая линия заходит в магазин. Нас встречает молодой человек, он представляется Иваном Писаренко. Вы же продаете по образцам, я понял, которые здесь у вас стоят. Да, конечно. Какая неустойка в этом случае, если договор нарушили по образцам, ребята? Смотрите, если она нарушена... Статья 23.11. 0,5% заказчиков... Все знаете. А в договоре вы какую указываете? Договор, смотрите, что касаемо договора, это надо будет спрашивать начальство. Почитайте, пожалуйста, с 5 ноября по 29 декабря сколько дней просрочка уйдет? 4 362 рубля 79 копеек. Все понятно. Они не отказываются, говорят, 29 года, да? Конечно. Хорошо, я подавала вам претензию, чтобы мне вернули 21 декабря деньги, либо диван. И никак не отреагировали. Моя юрист связывалась с вашим юристом. Ваш юрист говорил, что у вас есть что-то арестованы, производство остановлено. Это надо с юридическим материалом. Вы кормите обещаниями. Сотрудники первого мебельного обещают Милене Остапенко и диван привезти, и неустойку выплатить. Покупатели уверены, помогло вмешательство горячей линии и чиновников. А можно какие-то документы сейчас, чтобы мебель будет доставленной? Я не знаю, чтобы на словах... У них есть гарантия 24 числа. Девушка также мне обещала, что информация 100%. 24 числа у вас будет диван. Даже раньше 24 декабря. Где мой диван? Его нету. Ни ответа, ни ничего. Ирине Семейкиной диван уже не нужен. Женщина говорит, что не хочет иметь дело с первым мебельным. Она требует возврата 30 тысяч, которые отдала за мифическую мягкую мебель. Я требовала возврата денег. Прошло уже достаточное количество времени. Ни денег, ни телефонов, вообще звонков, ничего не было. Вы возврат денежных средств писали? Писали, да. Ну, когда я вас попрошу, вы... Я могу сегодня предоставить. ...назначаются, созвонитесь. Я могу сегодня предоставить. Употребителя все вопросы. А потом, если у вас останутся вопросы, к нам на Шавропольскую 174. Иван Писаренко объясняет, проблемы с доставкой диванов у магазина возникли из-за поставщиков ткани. Производство-то массовое у нас идет. И, соответственно, здесь моменты того, что есть ткани, которые, они, например, доставляются, потом заканчиваются. Если у поставщика нет, соответственно, каркасы, диваны заполнены. Это ваши проблемы, вы потребителя тканями не кормите. Вот 29-го... 29-го, да, будет доставлено. Точно. Я выбирала ткань темно-серую. Мне позвонили, сказали, такой ткани нет. Я переписала заявление на замену ткани другой, там, темно-красной. Да. Но почему, если мне сказали, что эта ткань есть, диван мне так и в этой ткани тоже не сделали, хотя ткань была. Собственно, фабрика, обороты большие. И, например, поставщик может задерживать ткань, которая есть. Соответственно, производство, например, модели, она тормозится. Соответственно, все обязательства в плане того, что там просрочка, либо мы дарим интерьерные подарки, либо еще клиентам. То есть никто не отказывается от этого, потому что нам невыгодно терять, например, клиентов. А почему вы не перезаключаете договор? Почему вы никак не отвечаете? С юридическим отделом это связано. То есть это надо уже юристы спрашивать. Мы даже не предполагали, что в таком большом торговом центре не может быть... Обман, да? Не может быть, обман. И таких вот только нас трое собралось, а собрать, допустим, девушка выложила в социальных сетях. Таких обман, но там очень много. Во время съемок программы к нам подошел некий мужчина. Он представился Михаилом, работником первого мебельного. Должность свою не назвал, но выразил недовольство приездам журналистов и чиновников. Сейчас уже перепишите вопросы, правильность вашего появления здесь. Вы, да, с воспотребнодзора, да? Я не воспотребнодзор. Я начальник отделу по защите права. А, по защите права. Давайте так, я разберусь, что мне делать. Хорошо. Мне не надо, я не вижу вас здесь. Груся там. Вообще, да, конечно. Представитель первого мебельного Иван Писаренко заверяет, клиентам привезут диваны или вернут деньги. Вячеслав Максимов обращает внимание, если этого не случится, то первым мебельным займется отдел по защите прав потребителей города. Мы посмотрим документы все. Если вот у вас уже вернут деньги, деньги не возвращаются, мы сразу готовились и пойдем в вашу защиту в суд. Вот. По вам, значит, диван, если привезут, нормальный удовлетворитель, неустойку пишите заявление. Вот они посчитали. Да, конечно. Да. Если неустойка выплачивает, хорошо. По страховке с документами тоже отдельно надо смотреть. Потом приходите к нам в отдел с документами, мы сядем и посмотрим по страховке. Если вы стали жертвой недобросовестных продавцов, эксперт горячей линии Александр Михайлов советует первым делом написать претензию в магазин. Первоначально нужно обратиться к магазину с претензией в простой письменной форме, где изложить свои требования, которые хочет покупатель. То есть либо ему вернуть товар, либо выдать ему другой диван, который есть в наличии, например. В претензии вы можете потребовать вернуть деньги. Если руководство торговой точки по-прежнему бездействует, нужно жаловаться в Роспотребнадзор. Гражданам нужно обратиться в органы Роспотребнадзора с заявлением, чтобы данный орган провел проверку и привлек виновных лиц к ответственности. Органы Роспотребнадзора могут провести работу в рамках проверки. И, соответственно, если обнаружится, что действительно магазин нарушает права потребителей, привлечь их к ответственности. Обращаться в данный орган нужно также письменно. Самым действенным средством в решении проблемы будет обращение в отдел по защите прав потребителей при администрации муниципального образования. В отдел по защите прав потребителей мы можем обратиться также с письменным заявлением тире претензии, и после которого, соответственно, данная организация начнет проводить определенную работу. Они могут также обратиться от их лица с претензиями, с заявлениями в данную организацию. После чего, соответственно, также поспособствовать, по крайней мере, решению данного вопроса. Согласно федеральному закону о защите прав потребителей, продавец, который не доставил товар в указанный в договоре срок, обязан выплатить неустойку. Ее сумма составляет полпроцента в день от стоимости покупки. Конечной инстанцией в решении подобных проблем будет суд. В суд граждане могут обращаться как самостоятельно, так и путем обращения в органы по защите прав потребителей. Они помогут представить их интересы в суде, соответственно, и также помочь в решении их вопроса. Проблема. Магазин не доставил товар в указанный в договоре срок и нарушил права потребителей. Решение. Обратиться с претензией в магазин, обратиться в Роспотребнадзор, Обратиться в отдел по защите прав потребителей при администрации муниципалитета, обратиться в суд. На сегодняшний день свои обязательства перед клиентами первый мебельный так и не выполнил. Милена Остапенко, которая обратилась за помощью в горячую линию, пошла с магазином на сделку. Доплатила 8 тысяч рублей и купила другой диван, который был на складе в наличии. То есть требовать от продавца неустойки за сорванные сроки договора она не стала. Пока программа готовилась к эфиру, с нами связался юрист первого мебельного. Предложил прокомментировать ситуацию, но больше на связь не выходил. Чем закончится эта история и вернет ли магазин деньги своим клиентам, мы расскажем в одном из итоговых выпусков «Горячей линии». Если вам нужна помощь и вы потеряли веру справедливость, звоните нам в программу «Горячая линия». Редактор субтитров А.Семкин